Именно в Театре на Таганке впервые в России был поставлен спектакль по пьесе Мольера Тартюф в 1968 году. Его режиссером стал Юрий Любимов. С тех пор прошло более полувека, и вместо классической постановки Тартюф предстает перед публикой в новом прочтении. Лейтмотивы те же – ханжество, лицемерие и безответственность, которые во все времена были свойственны человечеству. Но вместо надежного дома – бумажные стены, которые рвутся при возникновении малейшей проблемы. А персонажи привносят эстетику площадного театра с его карнавально-фарсовым началом. В связи с тем, что этот спектакль долго и упорно складывался из этюдов, из тренингов, из общей работы, и я, как хореограф этого спектакля, могу сказать, что он в целом был трудным. Трудность заключалась исключительно в том, что это физически сложный спектакль, из-за того, что мы работаем без микрофонов, из-за того, что у всех артистов разная подготовка, как драматическая, так и физическая. И очень сложно было привести это в единую форму, чтобы все все поняли. Исполнивший роль отца семейства Аргона Василий Урьевский рассказывает трудность. Представляют и огромные тексты, которые произносятся нарочито без выражения, ведь артисты отчуждают себя от образа персонажа. Сложно только, когда приезжаешь в какие-то, вот как, например, сегодня нам предстоит, другие залы, которые имеют другую акустику, и мы работаем без микрофонов, и сложно бывает не оставить свой голос там, сложно так говорить, но не кричать, чтобы все все слышали и все все поняли. Спектакль так сделан, что мы не являемся этими персонажами, которые на сцене, мы играем актеров, которые играют этих персонажей. Каждый фестиваль «Помост» посвящен работникам театра, которые остаются за сценой, и в этом году гримерам и постежорам. Для них всю неделю проходили мастер-классы. Что станет темой следующего фестиваля, пока не решено. Организатор и режиссер Денис Бакурадзе не исключают, что он будет посвящен костюмам или маскам. Чувства облегчения нету, потому что очень жалко, что заканчивается, потому что такой большой театральный праздник, он не так часто происходит, раз в два года, а между последним фестивалем, восьмым и этим девятым, прошло три года, так вот случилось. И, конечно, очень хочется, чтобы это продолжалось и продолжалось, уж не так часто это происходит. В следующем году в Новокубишевске пройдет только «Золотая маска» в регионах, а помост запланирован на 2024 год. Какие публика увидит спектакли, пока неизвестно, но совершенно точно это будут лучшие работы. Через неделю коллектив театра «Студии Грани» уезжает сначала в Нижний Тагил на фестиваль театров малых городов России, а потом в Москву, где в Театре нации на фабрике Станиславского представят свой спектакль «Дракон». Виктория Шарая, Константин Головин, События.